Полотно 3 на 6 метров. Клетка за клеткой, рукодельницы вывязывают уникальные узоры, повторяющие природный ландшафт. Женщины плетут маскировочные сети в помощь военнослужащим. Организовали процесс руководителя объединения многодетных семей Самарской области. Мы многодетные мамы, мы понимаем, насколько это важно. Я как мама трех сыновей очень переживаю, потому что у меня будущие защитники растут. И просто в один день мы узнали, что плетут сети в Зубчининовке. И мы пришли помочь. В этот момент приехала мэр нашего города, Елена Владимировна. Она увидела это все, она спросила девочки, чем вам помочь. И мы сказали, что было бы здорово открыть такое место по плетению в Красногринском районе. Такое место нашли, женщинам выделили помещение в ДК «Октябрь» на мехзаводе. Сюда мастерицам привозят ткань, они нарезают ленты, рассчитывают полотно на квадраты и плетут маскировочные сети. Процесс требует не только терпения, усидчивости, но и внимательности. Плести маскировочные сети надо по определенным схемам. Таких схем 17. Эти схемы стоят в основном квадраты 6 на 6. Мы, значит, берем сеть, высчитываем клетки и вот показываем людям, где будет располагаться данный рисунок. Вывязывается это по схеме. Конечно, это все зависит от человека и насколько он собран, насколько он понимает. Есть люди, которые славлют пять минут. К процессу плетения подключилось около 50 женщин. Те, кто постарше, приходят днем, помоложе вечером после работы. Пункт открыт с 10 утра до 21 часа. Практически каждый день подключаются новые мастерицы, неравнодушные жители города. Я занимаюсь народным творчеством, я шью эксклюзивных кукол дома. Поэтому я думала, что мне это будет, наверное, не очень сложно. Ну вот сейчас пришла сегодня первый день, хочу научиться и потом, может, буду других даже, я хочу сказать, обучать. Надо помогать. Да, надо помогать. Ну кто, если не мы, будем помогать? Вы знаете, мы как мамы, которые укрывают своих детей одеялом, укрывают своим теплом, заботой. Плетя эти сети, вот каждая из женщин, она в душе понимает, что, возможно, эта сеть спасет кому-то жизнь. Это нам дает стимул приходить сюда и плести. За две недели кропотливой работы удалось смастерить 14 сетей. Еще две сейчас на подходе. Их вместе с другой гуманитарной помощью отправят военнослужащим. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.